Доверие Доверие Просто попроси об этом Достаточно сказать Господь, я бы тоже хотел что-то пережить вместе с тобой Я бы хотел, чтобы это слово стало хлебом жизни для меня Скалой, на которую я взойду и на которой буду строить свою жизнь А если вы приблизитесь к Богу, знайте, что Он приблизится к вам Итак, доверие — это благодать Это дар, который нам дает Бог Но нужно развивать этот дар Сохранить доверие И не позволить себе колебаться, столкнувшись с препятствиями и трудностями Трудности, препятствия, испытания Могут коснуться как верующего, так и неверующего В притче о двух домах Иисус говорит, что на оба дома На дом, построенный на скале, и на дом, построенный на песке Подули ветры, дождь обрушился на них Итак, даже если вы основаны на скале, на Христе Вас могут коснуться испытаний и страдания В такие моменты некоторые говорят, я больше не ощущаю Бога Я ничего не вижу, не понимаю Некоторые говорят, почему я, за что, почему это происходит со мной Но я хочу сказать вам, не позвольте этим почему и за что остановить вас Постарайтесь преодолеть это за что, которое поднимается перед вами подобной стене Спрашивайте, а почему бы и нет Бог со мною, я не хочу опираться на то, что я чувствую и не понимаю Я скажу Господь, если я не знаю, ты знаешь Если я не понимаю, ты понимаешь Итак, сохраним полное и совершенное доверие Господа для будущего Конечно же, мы проходим экзамены, посредством которых наше доверие испытано А иногда потрясено Когда испытание долгое, молитва не исполняется Когда множество бедствий, болезней и другие трудности приходят одна за другой Это может пошатнуть даже самого сильного Давайте сохраним веру Ваша сила в спокойствии и доверии Давайте исключим горечь из нашей жизни, бунт из наших сердец Не позволим страхам, бунту и горечи, которые способны подорвать наше доверие Травить нас Давайте распознаем эти вещи, исключим их из своей жизни Даже Иисус пережил настолько сильные испытания в Гефсимании Что его пот превратился в кровь Давление было настолько интенсивным Уровень стресса был настолько высоким Что он дошел до предела Испытание может иногда дойти до этого Но Слово Божие говорит, что мы выйдем победителями Никогда не будем испытаны сверх сил Вы наверняка знаете эту историю Человеку снился сон, в котором он по пляжу ходил рядом с Господом Оглядываясь назад, он видел, что в песке были две пары следов Его и Иисуса И так они ходили рядом, но внезапно осталась только одна пара следов в песке Человек спросил Господа Почему осталась только одна пара следов в песке Именно тогда, когда я проходил самые трудные испытания своей жизни Господь ответил Мое дорогое дитя Если ты видишь только одну пару следов в песке Это потому, что я нес тебя на своих плечах Когда ты проходил испытания Какой прекрасный образ Какое ободрение знать, что Бог настолько близок к нам Несмотря на то, что наши чувства и эмоции Иногда говорят, кричат обратное Бог, где ты? Почему ты меня оставил? Почему ты меня покинул? Но реальность такова, что Бог рядом с нами И Он даже несет нас Я бы хотел обозначить несколько ключей Которые помогут вам и мне Сохранить полное доверие Господу Для того, чтобы мы могли возрастать в зрелости Когда мы воспринимаем наши чувства и эмоции как истину Мы можем очень легко оступиться Нас не должно удивить, что мы не проходим испытания Когда мы воспринимаем чувства как истину Библия говорит Праведный верою жив будет Итак, праведный будет жив Доверие, которое он возлагает на Господа Даже если его чувства и эмоции не соответствуют этому Когда мы ничего не чувствуем, Бог все равно рядом Когда нам кажется, что мы одиноки Оставлены, даже отвергнуты или забыты Бог говорит нам в своем слове Я с тобой в каждом дне до конца твоей жизни Благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей Вот что написано в прекрасном 22-м псалме Нам важно признать, что Бог с нами Даже в самых трудных испытаниях Когда мое доверие проверяется В притчах, 3-й главе, 6-м стихе написано Во всех путях твоих познавай Его Познавай Господа, Его след, Его руку, Его обещания, Его присутствие Даже если твои чудеса не соответствуют Ты ходишь верой Затем оставим скрытые горечи, обиды, бунт Потому что часто дела идут не так, как мы хотим Мы должны задаваться вопросами Действительно ли это намерение Божие? Действительно ли это план Божий? Действительно ли это желание Господа? Итак, оставим все то, что не угодно Господу Оставим скрытую горечь и бунт Которые иногда проявляются Когда мы не согласны с тем, что мы проходим Будем смиренны Согласимся с тем, чтобы иногда быть сломленными Так как Господь просит нас проходить именно такую школу Примите испытания веры Потому что Бог сопровождает вас именно в этом испытании Послушайте следующий стих, пожалуйста Это послание к кремлинам, 8 глава, 37 стих Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас Посреди испытаний, находясь во всех этих испытаниях О которых говорит Павел Мы победители Мы получим утешение в страдании Когда мы посреди испытания Бог дает нам свои сверхъестественные ресурсы Чтобы мы преодолевали и побеждали Будьте внимательны к Слову Божьему Моя супруга однажды пережила следующее Она возвращалась домой в автобусе Читала Библию и в Псалме 111 Она прочла, что праведник не убоится худой молвы Вдруг Дух Святой остановил ее Коснулся ее сердце посредством этого стиха И у нее появилось предчувствие, что в семье что-то не так Она подготовила свое сердце И начала в связи с этим молиться Она доехала до дома и узнала, что один из родственников Недавно серьезно заболел Она еще не знала об этом, но была заранее подготовлена Духом Святым Ее доверие было совершенным, потому что она получила слово в нужное время Будем внимательны к Духу Святому В заключении, ни одно испытание не длится вечно Любое испытание завершится Бог, Господь, всего Он повелевает, Он сидит на троне Он правит, и однажды в определенное время Он скажет Стоп вашему испытанию Ободряйтесь, не теряйте доверия Держитесь за Господа Опирайтесь на Него Приблизьтесь к Нему Найдите в Нем прибежище И вы никогда не будете разочарованы Вот слово на сегодня Редактор субтитров А.Семкин